Всем добрый день, мои хорошие! А день сегодня действительно добрый и замечательный. Хоть вы знаете, дни проходят, может быть, и одинаково, но каждый день особенный. Сегодняшнее утро у меня началось с полпятого. Володюшка встает с полпятого, но самое позднее без пятнадцати пять, потому что первая смена. Я спать потом не ложусь. Занимаюсь в компьютере, а потом утро выпечка. Конечно, я пеку не каждый день, ну, почти каждый день. Вы знаете, даже может быть пару оладушек или блинчиков к чаю я пеку. Не обязательно какая-то большая выпечка. На неделе, конечно же, я перезваниваю с родственниками. Или они позвонили, или я позвонила. И обязательно со средним нашим сыночкой. Он живет в Берлине. Ему всегда есть о чем рассказать, про внука нам рассказать. Я ему рассказываю наши дела и обязательно говорю, что мы его очень сильно любим. И то же самое я слышу в ответ. Это очень и очень приятно. Папе моему в Россию мы звоним через день, иногда каждый день. Это та единственная поддержка моральная, которую мы можем с нашей стороны показать, высказать. Слова хорошие. Все, что мы можем, это звонок и видеосвязь. И это, конечно, это святое. Так, в общем-то, до обеда проходит время. И потом я готовлю обед. Кажется, что столько планов, столько хочется сделать. Но время летит настолько быстро, я ничего не успеваю. Раньше я планировала день и, в общем-то, все успевала. А сейчас я, наверное, стала с годами мудрей. И, в общем-то, намного длительнее. Не совсем справляюсь. Но, конечно же, стараюсь. Настроение. Так как мы женщины, мы хранительницы очага. Настроение мы создаем в семье. Не имеет места у меня, и я не могу себе позволить иметь плохое настроение. Какие-то печальки, не знаю, как это еще называется, нужно из дома гнать большой метлой. Слушать приятную музыку. Займаться любимым делом. Даже если я варю. Общаться со счастливыми людьми. А сейчас у меня особенно много планов, особенно много дел, потому что Германия стоит в преддверии предрождественских праздников. Я обожаю декабрь. И сейчас конец ноября, начало праздников. Двадцать восьмого ноября, здесь у меня висит календарь, это следующее воскресенье, будет первый адвент. Это первый предрождественский вечер. И потом четыре таких вечера. Пятое декабря, двенадцатый декабря, третий адвент. Девятнадцатый декабря, это уже четвертый адвент. И потом двадцать четвертого декабря, хайлиге аббент, двадцать пятого, двадцать шестое. Это уже первые и вторые дни Вайнахтен, Рождества. Все магазины, улицы, окна домов, участки начинают украшать. Этим занимаюсь и я. Мне нравится, что этот праздник, Рождество, потом Новый год, длится не один день, а больше месяца. Я очень люблю свечи. Я очень люблю декорировать что-то в доме. Также на участке, на пороге дома. Это сказка. А сказка, она приходит только к тем, кто ее любит и кто в нее верит. Обожаю, просто обожаю эти праздники. Дома нужно сделать уборку и все нарядить. Из чердака мы будем спускать наши коробки с украшениями. В магазинах продается столько много и каждый год что-то новое, что-то новое. Но я, в общем-то, ничего не покупаю. Только потому, что, ну, все у нас есть. И даже многое остается на чердаке. Просто некуда ставить. Вот такие вот мои дела. Дела хорошие, настроение прекрасное. И этим я буду заниматься на этой неделе. Ну и, конечно же, на следующей неделе, не обязательно именно к концу недели, все должно быть украшено. В дом придет сказка. В магазинах, когда заходишь, пахнет именно рождественской выпечкой. Марципаном. Потому что есть такие выпечки или печенье, или конфеты, которые можно купить только в Рождество. Поэтому запах в магазине, в кондитерском отделе, в конфетном, великолепный. Что ж, мои хорошие, буду заниматься тем, что я вам рассказала. Ну и сейчас нужно что-то придумать на обед. Готовить ужин. Скоро придет мой Володюшка. Бегу на кухню. Мои хорошие, что я хочу сказать, шарлотка. Она у меня сегодня попышнее. Теста я сделала побольше. Выпекала в круглой форме. Поэтому кусочки разные. Ну, в общем-то, отлично. И она у меня сегодня с яблоками и бананами. Мне нравится, когда дома пахнет выпечкой. Ароматно, вкусно, уютно и тепло. Будем пить чай. А кто хочет кофе? И кто сейчас тоже завтракает, я желаю вам приятного аппетита и начала счастливого, доброго дня. Левушка сегодня на улице бегал с Иванушкой, целый час своими маленькими лапочками перебирав. Пришел, правда, грязный, мокрый. Его помыли. Феном посушили. Теперь лежит весь под впечатлением. Глюкает так. Вспоминает, как он бегал, да? Левушка, ты язычок потеряешь. Солнышко наше взерошенное. Вот теперь действительно отдыхай. Так набегался. Вот вчера он печеночку сам ел, а сегодня мама его кормит. Ну, пух, 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 как говорится, что кушает. Ну, как вкусно. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Сегодня у нас легкий салатик, разные листья салата, морковочка, сыр, и шинкенворст. Залила я йогуртом для салата и перед подачей за несколько минут размешаю и готово. Это, конечно, блюдо готовое. Картофельные палочки, а начинка, шпинат и сыр моцарелла. Поставила в духовку, обжарю и очень-очень вкусно. А когда нет времени, это очень удобно готовое блюдо. Добавила на сковородочку масло, еще все немножечко заморожено. Здесь курочка, зеленый горошек и всевозможные овощи. Мне останется только пережарить и тоже все готово. Так что нет-нет, но если нет времени, мы пользуемся готовыми продуктами или полуготовыми. Так захотела моцареллу, достала, порезала, а помидорчиков у меня нет. Ну что ж, что же делать. Будем кушать так с петрушечкой. Прошло 10 минут. Посмотрите, как они нахохлились, но еще не готовы. Я поставлю еще минут на 8. Я здесь на кухне, будильник прозвенит, а я буду следить. А на сковородке у меня все шкварчит. Посмотрите, какая красота. Ой, сколько зелени. Еще чуть-чуть и будет готово. Все очень быстро и вкусно. Курица готова. Овощи готовы, рис готов, блюдо готово. Мои хорошие. Картошечка, моцарелла и шпинат. Три в одном. Я разрезала одну, чтобы вам показать. Вкусняшка необыкновенная. Мои золотые. Я справилась с ужином, с домашними делами. И сегодняшний день подходит к концу. Я желаю вам приятного, доброго, уютного вечера. Будьте всегда на позитиве. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья. Берегите себя. Берегите своих близких. Я вас обнимаю. Чус. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.